Всем привет! С этим собеседованием получилась смешная ситуация. Недавно я придумал новую, классную легенду и под нее составил очень классное резюме, конечно же ожидая получить кучу интересных предложений от заморских компаний. Но первым делом почему-то пригласить меня решил Хофф, и не куда-то в менеджмент, а всего лишь в колл-центр, и не начальником, а самым рядовым звонарем. Но я человек простой, если зовут, то я иду и записываю. Поэтому приятного просмотра, ставьте лайки этому видео, делитесь им в соцсетях, и, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди много интересного. У нас идет подбор на вакансию специалисты Единой информационной службы. В чем, собственно говоря, заключается вакансия? Вы у нас в магазинах были? Да. Что продается там, значит, знаете, крупная федеральная сеть, товары для дома, больше 50 магазинов по всей России, и каждый год проводятся новые. Сотрудники Единой информационной службы принимают звонки из всей России. Это первичная консультация, в основном это послепродажное обслуживание. То есть покупатели звонят, по каким вопросам, по уже оформленным заказам, оформить услуги, доставку, сборку, оформить, назначить услуги, доставку, сборку, позвонить, спросить, где водитель, например, когда его доставка будет, уточнить информацию по личному кабинету, уточнить информацию по скидкам, по акциям, проконсультировать по артикулам. Мы никаких заказов не оформляем. Это практически полностью послепродажное обслуживание. Если покупатель хочет оформить заказ, то мы его переводим на специалиста по интернет-магазине, и интернет-магазин у нас находится на четвертом этаже. В чем, собственно, суть? Выявить потребность покупателя, то есть, ну, задать отвечные ваши вопросы, что он конкретно хочет, проконсультировать на своем уровне. Если на своем уровне проконсультировать невозможно, то перевести на сниженные подряды линии. Либо, как я уже сказала, на интернет-магазин, либо еще покупателя претензия, то на претензионное дело. На своем уровне мы отрабатываем вопросы, например, связанные со сроками поставки заказов, которые могут задерживаться, например, и тому подобное. И в этой работе конкретно важна стрессоустойчивость, собственно говоря, почему? Потому что покупатели в любую информационную службу звонят, чтобы пожаловаться, практически всегда. Бывает, конечно, чтобы и что-нибудь хорошее сказать, в основном, такие нейтральные, но пожаловаться довольно много. И поэтому важно не принимать на себя, не воспринимать это как личную обиду, понимать, что это просто работа, и что покупатели, они, разумеется, недовольные звонят. То есть мы им даем понять, что мы их не бросим, решаем вопрос на своем уровне, либо передаем информацию, чтобы кто-то решил вопрос покупателя обязательно. По обязанностям понятно? Тогда по графику условий работы. У нас трудоустройство с первого дня. Должна выйти группа на обучение 24-го числа, это во вторник. 2 на 2 график с 9-ти 21-го, 12-часовой график. На 12 часов рабочего дня полагается полтора часа перерыва. Это 3 минуты обед, 2 перерыва по 20 минут, 2 перерыва по 10 минут. Это перерывы данные, распределяются программой автоматически, есть график перерывов. То есть наши специалисты приходят с утра на работу, открывают график перерывов, выписывают свои перерывы, как они ходят, и, собственно говоря, ходят на свои перерывы по графику. Это связано с тем, что линии нельзя освобождать, так сказать, все вместе, чтобы специалисты все не пошли, когда они проголодаются в определенное время. То нужно ходить, собственно говоря, по графику непосредственно, чтобы в линии было все хорошо. Также, так как компания объела, разумеется, полагается всем отпуск в 28 календарных дней, это один отпуск в две недели, два отпуска по неделе. Можно отпуск брать, начиная с полугода стажа компании. Больничные, естественно, тоже оплачиваются с первого дня. Вопросы есть какие-нибудь по условиям? Вот вы сказали перерывы, типа 10 минут, а уход в туалет, это, знаете, как перерыв? Но у нас же здесь не концлагерь, конечно, мы отпускаем в туалет. Не, я слышала разные условия, не именно проход, но бывают такие. Я знаю, что такое действительно бывает, но у нас лояльные отношения, конечно, всякое бывает, действительно. Да, можно застрять и на 5, и на 10 минут в туалете бывает такое, что... Возможно. Не знаю точно. Хорошо, может быть, вопросы есть какие-нибудь еще по условиям и графику? Ну, конечно. Тогда переходим к оплате. У нас в компании у всех отделов поменяется почасовая тарифная ставка. 140 рублей в час – это почасовая тарифная ставка всех сотрудников, которые принимаются, именно в отдел наш. И обучение в том числе. То есть специалисты, которые приняты к нам в компанию, они проходят обучение. У них такая же часовая тарифная ставка, как у специалистов, которые сидят в линии. У нас нет должности стажер, у нас нет какого-то временного договора. Все приносят документы, подписывают, и, собственно говоря, с этого дня начинается трудовой стаж. Ну, грубо говоря, если посчитать 140 рублей в час и умножаем на 168 часов такой, ну, в средний месяц обыкновенный, получается сумма 23 520 рублей – это до вычета налога. После вычета 20 462 рубля – это одна рубль, получается, после вычета налога. При 168 часов, если больше, соответственно, месяц был, то и, соответственно, больше оплаты труда. Вдумайтесь, за выслушивание постоянных претензий, недовольств и агрессивных выпадов в свой адрес вам будут платить оклад в размере 20 000 рублей. По-моему, это одно из худших предложений на моей памяти. Существует возможность также брать дополнительные переработки, добровольные, естественно. Это тоже увеличивает доход и также положительно влияет на премию. Премиальная часть зависит от индивидуальных показателей. Это количество, качество принятых звонков, грубо говоря, 100 звонков в день, если принимать, то это хорошие показатели, которые положительно влияют на премию. Также влияет уровень знаний изменений – это короткий еженедельный тест по обновлениям, которые произошли в компании. То есть у нас идет рассылка новостная, что было обновление такое-то, было обновление такое-то, чтобы убедиться, что все специалисты в курсе последних обновлений в компании приходят тест на 10 вопросов по этим обновлениям. Если прошли 4 теста за месяц, то, соответственно, за этот пункт тоже выплачивается премиальная часть. Существует также еще пункт по проценту перезвонивших. Грубо говоря, их 100 человек, которых приняли звонки, чтобы не больше 15 человек перезвонило – это норма. Ну, не перезвонило мне до сегодня, не завтра, не в течение всего времени, а в принципе. И, ну, план конкретно по магазинам, он не сильно влияет на самом деле на оплату труда, в основном индивидуальные показатели. Средняя премия выходит в средних больницах где-то 4-5 тысяч рублей. Можно больше? Лучше, меньше, лучше не надо. Ну, больше можно, то есть, если были перевыполнены, например, показатели, то есть все показатели либо целевой, либо больше целевого, соответственно, и премия увеличилась в том числе. Считается, что максимальная 7500, но если были, например, переработки добровольные, то премия умножается итоговая на процент присутствия на работе. Если были больничные, соответственно, это отрицательно влияет на размер премии. Все выплаты белые, то есть и премия тоже облагается налогом в том числе, как и любой доход. У нас существует возможность повысить часовую тарифную ставку, раз в полгода проводится процедура гридирования. В чем она заключается, снимаются результаты за отработанный период и пишется тест после разузнания на 40 вопросов. Там вопросы связаны с тем, что непосредственно специалисты в линии получают, какие вопросы им задаются, что они должны, в принципе, знать, чем должны пользоваться. По результатам теста и результатам работы снимаются эти показатели. Можно получать либо 150 рублей в час, это увеличение дохода, ну, окладной части на 2000, либо 160 рублей в час, это увеличение окладной части, соответственно, на 4000 рублей. Какие-нибудь есть у нас вопросы по оплате? Если наша вакансия заинтересовала, давайте будем продолжать собеседование индивидуально. Если кого-то не заинтересовала вакансия, то мы задерживать, конечно, за ним будем. Будем продолжать собеседование? Да. Хорошо. Давайте тогда начнем с вас. Вы не могли бы, пожалуйста, на диванчиках подождать и как раз пока не заполните. Заполнение? Да. Чудесно. Скажите, пожалуйста, вы трудоустроены? Да, еще да. Трудоустроены и вы уже написали заявление или вы еще работаете? Уже написал, да. Написали. Сколько вам отрабатывать нужно? В следующую неделю. В следующую неделю. Хорошо, я вас поняла. Подскажите, пожалуйста, у вас работа, получается, связана... Вы продаете? Да. С продажами? Да. Которые стоят и по 80, и по 100 миллионов рублей. И, собственно, я зарабатываю сейчас порядка, там, ну, в среднем где-то 70-80-90 тысяч, но доходит до 150. Ну, потому что, понимаете, продажи проектные, поэтому бывает и больше. Я что не понял, то есть по каким критериям меня позвали на собеседование? Наверное, вы просто озвучили какие-то суммы. А вы из вежливости решили. А я из вежливости, да. Нет, не то, что я не из вежливости, я пришел из любопытства. Из вежливости я сидел и слушал как бы, но интересно, безусловно. Просто я хотел задать вопрос, ну, понятно, что по заработной плате, допустим, я могу просесть, скажем. Но как у вас с перспективами роста? Перспективы роста? То есть вот даже до 100 дойти, вот чтобы до тех же 100 дойти, потому что я понимаю, что Хофф – большая компания. Здесь наверняка можно расти и расти долго, плодотворно, и дойти до каких-то сумм, возможно, и больше 100, и больше 300 наверняка. Просто что для этого нужно, и как долго это занимает, сколько это занимает по времени? Вы имеете в виду рост конкретно карьерный? Рост, да, карьерный. Вот вы, допустим, я так понимаю, вы начальник? Я менеджер. А, менеджер. Ну, вот, допустим, начальник вашего вот этого офиса, сколько он шел к своему месту, так сказать? Муководитель наш сколько шел? Около полутора лет, насколько я помню. То есть он пришел менеджером? И через полтора года стал? Да, менеджером послепродажного обслуживания. Ну, я понимаю, это может быть там, ну, если не секрет, сколько примерно он получает у вас? Я не знаю. Не знаете. Я не озвучиваю. Ну, это абсолютно верно. Я просто думал, может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу, по поводу его заработной платы. Александр Ильич. Да, меня просто так сильно, ну, как бы усердно звали. То есть и вчера я сказал, что, извините, я не могу. Они говорят, нет, 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 вы все равно приходите. Ну, это ошибка, видимо, нашего подбора персонала, конечно. Да, потому что 20, получается... Такие условия не можем вам предложить, даже близко. Ну, да, но 30 тысяч у вас где-то в совокупности. Если я лучший менеджер буду, то я буду получать 30 тысяч рублей. Менеджер? Ну, вот специалист. Специалист, да. Специалист, да, может быть. А менеджер – это выше у вас, чем специалист? Да. А как стать менеджером? Отработать в компании не меньше года. И выполнить какие-то целевые показатели? Хорошо работать просто и подать заявку на менеджер, если откроется вакансия. Так можно стать менеджером. Понятно. А после менеджера кто? Руководитель. А, уже руководитель. Понятно, понятно. А вы решили завоевать нашу компанию? Нет, ну, нет, ну, если не завоевать, то хотя бы какое-то, ну, если, допустим, ну, надо же всегда рассматривать разные возможности. Если узко смотреть, то ничего не увидишь. Конечно. И, соответственно, если, допустим, ну, конечно, это большая просадка. Это, скажем, на минимуме я буду жить, там, кушать вареные яички на завтрак и на ужин. Но это реально. Ну, просто чтобы хотя бы знать, ради чего я это делаю. Потому что, допустим, в своей компании я уперся, да, ну, то есть уже в некоторую сумму. Вы решили другой компании попробовать развиваться, правильно? Да, возможно, возможно. Я просто увидел, что Хофф у вас большая компания. Ну, действительно большая, объективно. Действительно большая. И, соответственно, у вас перспективы роста должны быть тоже очень неплохие. И, соответственно, меня это и прелестило. Поэтому вот я хотел у вас так и поинтересоваться. То есть вот как-то, ну, как-то вырасти. У нас перспективы роста забирают просто сотрудников, которые желают, и прошли собеседование в Москву. Просто забирают и все. В Москву? Да. Ну, а там уже платят по московским меркам зарплаты получше, да? Ну, тоже интересно. Да, но для этого нужно проработать довольно долгое время, чтобы все были уверены, что сотрудники заинтересовались. Долго это какое примерно? Ну, тоже полутора лет как минимум нужно проработать в компании, наработать опыт и тому подобное. Чтобы претендовать на должность выше. Карьерный рост везде ступенчатый, я думаю. Безусловно, но просто как у вас, то есть у вас наверняка много желающих подняться на следующих. Желающих мало, конечно. И надо как-то среди них пробиться, получается. Ну, то есть понятно. Ну, понятно. Ну, наверное, да, действительно, это немного не для меня. Ну, спасибо, что пришли. Спасибо вам, что рассказали. Хотя бы я теперь понимаю, что когда я... Вот я, честно скажу, пока я ждал вас, я слушал, как разговаривают ваши операторы. И бывает я сам иногда срываюсь, потому что там мой заказ не едет, я могу нагрубить. После данного ожидания вашей переговорки я, наверное, больше грубить не буду оператором, потому что, ну, они действительно ни в чем не виноваты. Сейчас они разговаривают с Севастополем, а через минуту с Самарой, и они как бы никак не участвуют в создании моих проблем. Да, тяжелая работа. Да, непростая. Ну, в любом случае, спасибо вам. Нет, вам спасибо большое. До свидания. До свидания. С правой стороны кнопка нажмите на место. Итак, немного выводов. Собеседование оказалось групповым, о чем меня не предупредили. Это, конечно же, свинство. Вакансия совсем не соответствовала моему резюме. Это печально. Но впечатление у меня от этого всего, на удивление, осталось положительным. Наверное, потому что интервьюер был очень позитивным и не злобным.